Вяленые сливы Сливы можно просто наслаждаться и брать на перекус Готовую и высушенную сливу хранить нужно просто в банке Если сливу обычную свежую просто высушить, она будет на мой взгляд такая твердая А в этом рецепте получается слива нежная и с чуть вязкой структурой Для приготовления нам понадобится 1,5 кг сахара и 1,5 кг уже очищенной от косточки сливы У меня, естественно, сливы чуть больше, с учетом того, что я брошу косточку Сливы я помыла и сейчас буду разделять их на половинки, удаляя косточку Складывать я их буду в кастрюлю, в которой потом как раз и буду варить Слива должна быть спелая, но плотная, иначе при уваривании она просто расквасится А нам надо, чтобы после уваривания она сохранила свою форму По сути, можно брать любое количество слив Просто сахара должно добавляться туда один к одному Вот эта слива, видите, она мягкая и даже шкурка уже лопается И такая слива не подходит, потому что при варке очень быстро она потеряет свою мякоть И останется только шкурка Если попадаются такие сливы, их лучше сразу отложить Желательно, конечно, когда выбираете сливу, брать такую, чтобы она от косточки отходила Просто очень сильно намочаетесь, отделяя одно от другого Срезать вот сливу, ну это потери Какого сорта вы возьмете сливу, это вообще не принципиально То есть белая, желтая, красная Каждая слива имеет свой вкус и свой аромат Самое главное, чтобы в сливе легко отходила косточка Если у вас изначально слива очень кислая, вы ее попробуйте и узнаете Бывают сезоны, когда слива не созрела так, как надо И она кислая или, ну и даже не знаю Ну, возможно, ей не хватило солнца В таком случае сахар необходимо увеличить примерно на 100 грамм Вот на килограмм сливы Это, конечно, не принципиально Руководствуйтесь своим вкусом Сливу я уже разрезала, удалила все косточки и взвесила У меня слив получилось 1 килограмм 600 грамм Соответственно, я добавила сахара Довесила Здесь также у меня 1 килограмм 600 грамм сахара Один к одному И далее просто сверху на сливу высыпаю сахар Потом нужно взять деревянную ложку Она не так ломает и мнет Наша задача, чтобы сахар посыпался по сливам вот везде Поэтому я хорошо перемешиваю сливу с сахаром Нужно оставить ее не менее чем на 6-8 часов, чтобы сливы пустили сок Я оставляю на ночь, мне так удобнее Можно кастрюлю накрыть крышкой или прикрыть полотенцем Сливы постояли и пустили сок Сахар, который не растворился, лежит на дне Как показывает практика, весь сахар и не растворяется Но он нужен, чтобы сливы пустили сок Теперь кастрюлю необходимо поставить на огонь И после того, как юшка вокруг закипит, нужно варить от 5 до 10 минут Время зависит от упругости сливы Если слива изначально плотная, можно варить 10 минут В половинке сама мякоть должна немного изменить свой цвет Но шкура должна остаться при сливе То есть не нужно ее уваривать до того, чтобы она слезла И помешивать придется Сливы у меня прокипели 5 минут Я заметила в некоторых сливах, что шкурка начала отходить В этот раз у меня слива очень мягкая Поэтому можно было кипятить ее и меньше Сейчас главное их не мешать Сливы нужно оставить в сиропе до полного остывания всей массы Прошло время и теперь сливы имеют вот такой вид Далее наша задача вынуть сливы из сиропа и сцедить на душлаг Теперь на сито мы вынимаем сливы Они постоят и сироп стечет А под своим весом они еще немного прижмутся Будьте аккуратны Потому что сливы сейчас очень мягкие Независимо от того, какой это был сорт И вот от плотности самой сливы После варки вся слива стала мягкой Поэтому обходиться с ней нужно нежно Сироп, который стек Я переливаю обратно в кастрюлю А сливу отставляю стекать Сливу нужно оставить на несколько часов Ну так быстро сироп не стекает Юшка все-таки густая Сироп, который остался Его можно больше уварить и закрыть Потом такой сироп можно использовать в компоты Как пропитку для тортов, для десертов А можно и просто заморозить Это уже кому как больше понравится Сливы, можно сказать, стекли Они, конечно, влажные, но уже не такие облитые сиропом Теперь мы берем поддон электросушилки И сливы просто укладываем Я обычно укладываю шкуркой вниз На самом деле, я думаю, что как уложить сливу вверх или вниз Шкуркой роли вообще не играет На поддон сливу нужно укладывать на некотором расстоянии Если вдруг слива очень размякла Просто подберите мякоть на шкурку При высыхании слива склеится за счет сахара В моей сушилке 4 поддона И я думаю, заполню их все Сушить сливу мы будем на 55 градусах 4-5 раз по 3 часа Что это означает? Первый раз мы включаем сушилку на 55 градусов И 3 часа она работает Далее мы выключаем Не открывая Ждем, чтобы остыла Это где-то час-полтора Если очень жарко на улице Может быть и до двух Смотря в какой период вы это делаете Потом сушилку опять нужно включить И остудить То есть таким образом Ее нужно циклично просушить 4-5 раз Слива должна быть упругая, плотная Если ее прижать с боков Не будет выделяться жидкость Я заполнила мою сушилку сливами Накрываю ее У меня такая модель, что регулируется Сверху На терморегуляторе выставляю 55 градусов Включаю Слива наша посушилась 2 раза по 3 часа Стала уже немного такой упругой Но при нажатии она еще очень мягкая Поэтому продолжаем ее сушить Сливу нужно проверять и смотреть на ее состояние По сливе нужно смотреть по ее мягкости, по ее плотности Вот наша слива и готова Сушили мы ее 5 раз по 3 часа Если слива не мясистая, хватает и 4 раз Ваша задача, чтобы слива получилась упругая и пружинистая Хранить ее можно в банке То есть складываем ее в банку, а банку в холодильник В таком виде слива хранится 2-3 месяца без потери витаминов Это очень вкусно, натурально Можно давать деткам абсолютно спокойно Такая слива порой может заменить конфету Ее можно использовать в десерты, в торты Это очень вкусно, хорошо и приятно С помощью этой заготовки можно не только сохранить сливу на зиму Но и использовать сироп для приготовления напитков Просто добавляя к нему воды Если вам понравилось и было полезным мое видео Ставьте лайк, пишите комментарии Делитесь этим видео с друзьями Подписывайтесь на мой канал Удачный рецепт с Еленой Я желаю всем всего самого наилучшего До новых встреч! Пока-пока!